Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Между Харбином и Ляояном 20 июня Я возвращаюсь в Ляоян, окончив осмотр и знакомство с Восточно-Китайской железной дорогой. В общем, как я уже писал, это грандиозное предприятие, выполненное с широким размахом оправдавшимся текущими событиями. И, несомненно, не будь этого предприятия, или будь оно выполнено в обычных для железных дорог рамках, войска встретили бы здесь непреодолимые препятствия. И надо признать, что раз японцы готовились к войне, они пропустили безвозвратно удобное для себя время. Объяви они войну два года тому назад, и наше дело здесь было бы бесповоротно проиграно. Прояви они и теперь не фейерверочную, а настоящую энергию, соответствуя их замыслу исполнению, и теперь пришлось бы нам плохо. Ведь в начале войны пропускная способность дороги была всего четыре пары поездов, а теперь двенадцать, и на днях будет доведена до шестнадцати пар, и каждый поезд из тридцати пяти груженных вагонов. Надо быть специалистом, чтобы понять ту скрытую, невидимую для не специалиста, но колоссальную энергию напряжения, с какими удалось уже в военное время выполнить всю эту работу. Здесь необходим был труд всех одинаково, от самого верху до самого низу. Надо было не мешать работать, вдохновлять, объединять, искусно обходить препятствия, создаваемые временным положением дел. Препятствия, несуществующие при работах в железнодорожных округах и очень трудно преодолеваемые без них, когда вместо постоянного действуют временные и не специальные. При таких условиях, даже при искреннем желании помочь, вмешательство только тормозит, осложняет и портит дело. В турецкую кампанию, например, дороги во время войны не смогли выдержать не то, что усиленный, но даже график движения мирного времени. Везде оказались пробки, забитые неразгруженными вагонами станции, не имевшие возможности принимать вследствие этого новых поездов. Бронили дороги. Единственными непонимающими людьми в железнодорожном деле оказывались железнодорожники. И никто не хотел обидеть истинных причин зла. А эти истинные причины заключались в том, что специальным делом распоряжались не специалисты. И в силу непонимания, желания выслужиться или неуместной горячности испортили все дело. И чем ближе к театру военных действий, тем хуже шли железнодорожные дела, потому что тем больше было людей, желавших отличиться за ее счет. И все хорошее было их заслугой, а плохое относилось за счет нераспорядительности и неисправности железнодорожной администрации. Если в нынешнюю войну это сглажено, то объясняется это только личным присутствием министра путей сообщения и содействием высшей военной администрации. Мы прощаемся со Степаном Николаевичем. Я говорю ему, места хорошие, но люди чужие. Видеть их, смотреть на них, не желающих тебя, нелегко. Нет, я мечтаю о Крыме, о прерванных войной изысканиях, о постройке Крымской линии. Вы любите Крым? Безумно. Мечта всей моей жизни жить в Крыму. Жизнь начальника маленькой Крымской дороги не променял бы ни на какую другую самую большую дорогу. Степан Николаевич лукаво щурится. А ведь там татары, люди, у которых мы тоже отняли их землю. Но уж Крым я не отдам, а я здешние места. Мой вагон прицеплен к воинскому поезду. Идет первый эшелон 17-го корпуса. Итак, за этот месяц, что я здесь, прошло уже два корпуса. Четвертый сибирский и десятый. Всего 90 тысяч человек. Все больше народ из-под Москвы. От призывных я слышу вольный говор, песни. Таких веселых я еще не видел. Полки 10-го корпуса проезжали молча, угрюмо поглядывая по сторонам. На одной из станций садится знакомый пограничник. Он охотник поговорить, человек наблюдательный, довольно беспристрастный. Я рад такому спутнику, угощаю его чаем и навожу на интересующие меня вопросы. В числе их много щекотливых. Например, взаимные отношения пограничников и железнодорожников. Крайние из железнодорожников, говорит он, доходят до того, что доказывают, будто мы пограничники, причина всех причин. Гоняясь за хунхузами, ссорили только их с населением. Какое, дескать, дело железной дороги вмешиваться в жизнь чужой страны, чужого народа? Грабят ведь хунхузы не железную дорогу, а своих же китайцев? А пограничники, чтобы усилить свое значение, все это раздувают, захватывают все больше и больше район и так далее. Ну, а я бы сказал, оба лучше. Только железные дороги к чему, например, отчуждение в 25 верст в сторону? Для чего все эти концессии на леса, минеральные богатства, все эти города и власть губернатора в лице начальника дороги? И все это сделалось не сразу, а шаг за шагом, постепенно, как все делалось здесь, на Востоке. Где шаг за шагом пришли мы вот и в Маньчжурию, и кто знает, куда еще придем, потихоньку подталкивая друг друга. Помните Алексея Толстого? Конь мой, конь. И вот все мы эти кони, каждый по своей части, и каждый видит спицу в глазу брата, а в своем бревна не видит. Неизбежно и то, и другое дело должно расти и развиваться. Я уверен, что после войны мы будем обыкновенными войсками, а наше начальство командующим здешнего военного округа, и всем недоразумением будет конец. Уже и теперь мы видоизменяемся и отходим от прежней роли. Жандармы уже заменили нас на станциях, сменят нас и в городах. Вон, видите, в Харбине наш начальник полиции бороться уже не хочет, сам подло в отставку. И, может быть, железнодорожники еще вспомнят нас. Нами им все-таки управлять было легче, чем жандармами. Жандармы-то самостоятельные. Наши инструкции быть в распоряжении железной дороги, а жандармы за инструкциями к железнодорожникам не пойдут. Сами им крылышки подрежут. И как еще-с? Ну, а как ваше мнение? Население китайское спокойно? Было бы неспокойно, поверьте. Нас с вами и дороги этой в сутки не было бы. Что такое хунхуз? Человек, желающий легко, без особого труда жить, имея деньги. Это труд? Вот три часа уже мы здесь стоим и любуемся, как они работают. Ротмистр показывает на толпу человек в сто рабочих. Наш поезд стоит на разъезде в выемке. Ливнями 17, 18 и 19 июня размыло все дороги, зарело все низины, зарело все канавы и кюветы выемок. Стоя в таком кювете по колене в воде, китайцы лопатами выталкивают ил и выбрасывают его на сторону. Работают они, как мокрое горит, как паденное всего мира и, пожалуй, хуже. Собственно, ничего не делают. Удушливый запах их красных темо-бронзовых тел наполняет вагон. Они весело перекликают со своими птичьими гортанными голосами и просят у нас папилос, леба. Бросит вопадку и стоит-стоит, смотрит-смотрит. И вот в день за это ничего не делание он получит 50, 70, 90 копеек. И то же самое везде. И в интенданстве, и в Красном Кресте, и на фортификационных работах. А прежде этому самому господину за настоящую работу предлагали его же китайцы 3-5 копеек в день. И пока такая, как эта работа существует, хунхузов не будет. Кроме тех, которым японцы платят. Но и японцам необходимые кули, чем хунхузы. У них, как оказывается, своих кули, вывезенных из Японии, почти нет. И они тех же китайцев и хунхузов нанимают. Значит, и мы могли бы их нанимать? Наверное, и будем. В Порт-Артуре артиллерия нанимает сигнальщиков. Романовский, командир полевой батареи 4-й восточно-сибирской бригады, потеряв 2 мая из 48-40 человек, 13 мая так приспособился к их тактике, что за весь день имел всего двух раненых и 24 японских орудия подбил 8-ю пушками. Романовский – это Тушин Толстого. И пользовался услугами китайцев. Деньги и вежливость – две вожжи, с помощью которых поезжайте на китайцы куда хотите. Да, это, кажется, общее мнение. Скажите, эти дожди задержат японцев? Пока не просохнет, кто где стоял, так и будет стоять. Пеший, кули пройдут, но артиллерии не с места. Да и пеший с неимоверным трудом, а что дальше, то хуже. Это уже начало дождивого периода? Немного рано. Хотя в 1900 году дожди начались тоже в это время. На востоке, говорят, уже с месяц идут. Да, идут. Я оттуда. Ну, тогда дело японцев плохо. За период дождей привезут нам еще корпуса четыре, и к сентябрю-октябрю будет полная развязка и на суши, и на море. Когда же кончится эта война? К зиме. К Новому году мир будет. Не будет ни цели, ни смысла воевать дальше. Станет совершенно ясно, сколько же нам надо человек, чтобы победить, если даже и до сих пор не победили. Один ли на один, два на одного, три, пять? Сколько надо, столько за зиму и привезем. Никакого сомнения ни у японцев, ни у всего мира в этом не будет. При таких условиях тратить людей, деньги, да их этих денег нет ни у кого. Но, кажется, на театре войны полное затишье. Слухов-то выше головки. Но, кажется, действительно затишье. Доказательство – встречные поезда. Собственно, раненых два-три человека во всем поезде. Да, за сегодня и всего-то два санитарных поезда. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует...